Пятый канал представляет Отдай Грац, дружище Грац, дружище Друзья, угощаемся Это по знаменитому рецепту Моя тетя Фирузы Схамбуса называется Пахнет вкусно Да, Леся, слушаю Ну, помню я твою Надю Савелью Да У нее еще у папы бар Только не помню, как называется Точно-точно, Тритабурет И что? Хорошо, хорошо, присылай Да, давай А, Сливан, что-то случилось? Да, Лескина подружка Два дня не появляется на занятиях А телефон не отвечает Эй, это же может быть серьезное что-то Да развлекаются подростки Ну, что серьезного? Ну, так давайте я, может, телефон пробью быстренько Пробей На, скиньте номер Ну, все, улетела Так Аппарат не фиксируется в сети Ну, значит, выключен Попробуй последнее место дислокации Слушай, ну, перестань ты делать из мухи слона Ну Дай, Вася А если бы на ее месте была Олеся? Ладно Хорошо Я съезжу к ее родителям И оставлю все точки над «и» Аппаратик прошел Я за ним Василий Иванович Я это, помочь хочу Хочешь помочь? Ладно Съезде к отцу Наде Его зовут Николай Савельев У него свой бар на Адмиралтейской Называется «Три табурета» Давай Угу Бар это круто Там много красивых девочек Они бьют красивые, как ты Ты пей, но крепко разума держись Вертепом варварства не становись Ты пей, но никого не обижай А слаб, не пей Безумие страшись О Омар, хая Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Литвинов Василий Иванович Я папа Олеся Литвиновой Да мы, собственно, с вами встречались На родительских собраниях Когда дети еще в школе учились А вас, кажется, Галина Сергеевна зовут Да Галина Сергеевна, дело в том, что Олеся моя переживает по поводу вашей Нади Она не появлялась два дня в колледже А, да Все хорошо Дело в том, что Надя приболела немного Я так и подумал Просто подростки, они всегда немножко преувеличивают Значит, Надя дома? Нет, Надя у бабушки А так все хорошо Странно, у нее телефон не отвечает почему-то Не знаю Я недавно с ней разговаривала Ну хорошо, извините Всего доброго Всего доброго Э, че тут тремся? Окунев Юрий Степанович, начальник безопасности У нас тут стройка за углом Так поэтому тут постоянно всякие приезжие Трутся Ну приезжий тоже, может быть, хороший человек А Савельев Николай где? Позже будет У нас вчера мероприятие было допоздна Сегодня работаем не по графику А сейчас, как видите, закрыто А вы за ним ничего не замечали странного? Может, ведет себя как-то? Да нет Нормально вроде себя ведет Что-то не так? Да нет, так-то все так Просто Кто жизнь познал, тот не спешит Все нормально там у Савельева Заболела твоя Надя, как говорят Так что нет причин для беспокойства Ой, ладно Домой пойду Пообедать там нормально А не бутербродами своими Суп в холодильнике Вчерашний, что ли? А что, вчерашний суп Это уже не суп? Все, давай Ника Я опять с тем же вопросом Посмотри, пожалуйста Последнее местонахождение Телефон у Нади Савельевой А че, дядя, Вась, волнуетесь? Ага Пять сек все будет Сбросишь, давай Да, Ника, слушаю Так, телефон Нади был в сети Сегодня утром Буквально на минуту Адрес есть, я скину Спасибо Вот увидишь Я научусь делать коктейли И все девчонки будут мои Понял? Ага Так, а куда мы будем наливать? Лев Романович Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фазик Ну, судя по всему, девочку действительно похитили Я нашел ее вещи в заброшенном здании Где последний раз фиксировался ее телефон А вы давайте начинайте искать Недоброжелателей семьи Савельева Все, отбой Ничего не понимаю Если Надю похитили, почему родители об этом ничего не сообщили в полицию? Фазик, причин может быть множество. Это требования самих похитителей, или родители испугались, или не стали обращаться в органы правопорядка. Да, если это похищение, нам для начала надо понять цель похитителей и определить круг подозреваемых. Потому что статистика очень неутешительна. Жертва похищения обычно погибает в первые сутки. Так, ладно. Отец Надя, Савельев Николай, владелец ирландского паба, семья финансово благополучная. Выкуп? Да. Или способ давления конкурентов на самого Савельева? Или то и другое. Вот. Я порылась в группе, посвященной бару «Три табурета», и там один чел активно угрожает Савельеву. Ты во всем виноват, и за тебя на дне ты за все ответишь. Или вот еще. Трясись от страха, я могу постеречь тебя за ближайшим углом. Ника, это выяснила, кто такой Вениамин под полой? Да. Вениамин ипшник, и судя по выписке, он тоже занимается пятийными заведениями. А еще у судебных приставов на него долгов на два миллиона. Угу. Значит, финансы ему явно нужны. Фазик, займи с товарищем. Есть. Одна нога здесь, другая там. Угу. Лесь, ты меня извинишь, что я тебя опять дернула, но такое дело, сама понимаешь. Да, понимаю все. Вот здесь я ее последний раз и видела. Отошла буквально на десять минут. Нырнулась, нет. Камер видеонаблюдения поблизости никаких нет. Это плохо. Но люди-то ходят. Неужели никто не видел, как девчонку похищают? Совсем все плохо, да? Найдем мы твою матью. Не переживай. Значит так, иди домой, закройся и никуда не выходи. Давай-давай, иди. Да, Фазик, слушаю. Алло, Василий Иванович. Наш клиент подпалый. Дома его не застал, но добрые соседи сказали, что он у себя в гараже тусуется. Я как найду ее, вам отзвонюсь. Ага. О, кажется, нашел. Ты как здесь меня нашел? Похищена Надя Савельева, подруга дочери Литвинова, Олеси. Свои предполагают, что к преступлению может быть причастен разорившийся конкурент отца Нади, Вениамин Подпалый. Ты что? А ты что? Пусти! Где девочка, Вениамин Игоревич? Какая девочка? Прекратите валить дурака. Савельева Надежда, где вы ее держите? Нигде не держу. Зачем? Вы похитили Надю и требуете выкопу ее родителей. Не похищала я никакую Надю. Вы берены объелись. На сотрудника нашего почему напали? Чернявый этот. Я подумал, он один из моих бывших работников. Удивился, как меня нашел и решил прогнать прочь. Денег я им должен всем. Вы же не станете отрицать, что писали угрозу Савельеву Николаю? Не стану. Чего уж там. Мое кафе рядом с его баром стояло. Вернее, я там сто лет был. А он пришел, открылся, клиент к нему повалил. Короче, разозлился я. В долги в лес. Вот и вымещал злость свою, как мог. Где были вчера утром? В гараже и был. Я там от кредиторов скрываюсь. Ника, ну что? Я изучила территорию гаражного комплекса, и там есть камера, но только на входе. Значит, можно установить, когда подвалы приезжал-уезжал? Скорее, уходил-приходил. Его машина уже давно арестована за долги. Проверяй. Так, пришла экспертиза отпечатков пальцев с телефона и рюкзака Надя из заброшенного дома. На них только одна группа отпечатков. Судя по всему, они принадлежат подростку, скорее всего, самой Наде. Нужно продолжать пояс девочки. Ей там сейчас очень плохо в неволе. Пришло время конкретно побеседовать с родителями Нади. Поехали к Савельеву. Скорее, куда же я тебе дел-то, а? Да! Лев Романович? Да, Гриша, заходи. Лев Романович, я тут решил постигнуть азы приготовления коктейлей. И свой первый коктейль я принес на пробу в лам. Вот она. А я еще обыскался. Кого? Чаша для выпаривания крови. Да. Я надеюсь, ты хорошо ее стерилизовал. Там вчера в ней какой только гадости не было. Ты что? Упеки. Как пацан. Ничего. Галина Сергеевна, почему вы мне ничего не рассказали? Я же приходил к вам. Вам надо было сразу обратиться в полицию или к нам. Просто поразительная беспечность. Коля сказал, что сам во всем разберется. Сам, сам. Голову не надо было терять. Вы даже не подозреваете, кто мог похитить вашу дочь? Нет. Где вообще носит вашего мужа? Масаль Иванович, ну... Извините. Мне не следовало повышать на вас голос. Я понимаю, вам тяжело. Здравствуйте, Николай Николаевич. Они уже все знают. Где вы пропадали? Мы вас все утро разыскиваем. А ты вздумал мне нотации читать? У тебя у самого вообще дети есть? Деньги я собирал. Деньги я собирал. Тихо, тихо. Успокойтесь. Извините. Как с вами связывались похитители? Как обычно, как. По телефону. Со скрытого номера. Потребовали денег. Приказали вам ничего не сообщать. Вы кого-нибудь подозреваете? В последнее время ничего подозрительного не происходило? Может быть, кто-нибудь следил за вами? Ничего не происходило, никто не следил. Еще вопросы. Коль. Сколько вам дали времени на сбор денег? Еще сутки. Времени мало. Но оно есть. Здесь остаешься. Может быть, похитители выйдут на связь. Есть. Ника, покопайся в контактах Савельева. Ему звонили похитителям. Может быть, нароешь что-нибудь? Давай. Мне бы телефон Савельева взломать удаленно. Санкции ждать очень долго. Даю разрешение. Марина, ты время видела? Да мне по барабану, что вы вчера поздно закончили. Это работа твоя! Понабрали инфалитиков, дебилов, хипстеров. Добрый день. Мы закрыты. Юрий Степанович, я по делу. Ты кто? Присаживайтесь. Может, чай, кофе? Или что, покрепче? Нет, благодарю. Юрий Степанович, скажите, пожалуйста, в последнее время вы в вашем заведении не обращали внимания на каких-то подозрительных посетителей? Вы знаете, которые мало заказывают, много по сторонам смотрят. Тут куда ни посмотри, все странные. Особенно после того, как прибухнут. Может быть, какой-нибудь подозрительный транспорт рядом с рестораном? Нет, то, что вы говорите. Нет, не видел. Что-то случилось? Да, случилось. Мне нужны записи с камер видеонаблюдения. Да, пожалуйста. Так, у Савельева за последнее время никаких подозрительных звонков нет. Только семейный рабочий. Странно. Может, Литвинов что-то не так понял? Или Савельев скрывает? А что по сообщениям? А я смотрела. Ничего, вообще ничего. Никаких угроз, требований, подозрительных номеров. Хорошо, Ника. Посмотри, что у Савельева с деньгами. Он собирает деньги на выкуп. Смотрим. Так, у Савельева на счетах около пяти миллионов. Но за последнее время он ничего не снимал. Слушайте, полное ощущение, что Савельев ведет какую-то свою игру. Никак, любую информацию, которую на него найдешь, сразу забрасывай в Литвинову и Фазику. Окей. Да какого хрена я вообще здесь с вами сижу? Помощи от вас никакой. С Надей неизвестно, что там. Может, вам какую-то табличку, Галина Сергеевна? Да, там в спальне на тумбочке. Я схожу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, что нашел. Да, спасибо. Ушел уже? Ушел. Простите, может, я лезу не в свое дело, но мне показалось, что между вами и вашим мужем как-то... По делу показалось, что-то давно разладились отношения. Чужие друг к другу стали. Каждый сам по себе. А если бы мужа была любовница, я бы об этом знала. Нет, все равно, если честно. Пару месяцев назад на развод подолала. Ну, потом, правда, забрала заявление. А что, передумали? Да, уже не ваше дело, полагаю. Да, простите. Мне нужно позвонить. Да, Фазик, слушаю. Василий Иванович, этот Савельев мутный какой-то? Да, Ника мне уже написала об этом. Я сел ему на хвост. Ага, и в семье у них как-то все не очень. Получается, Савельев деньги на выкуп не снимал. С супругой проблема. И Надя во время похищения не кричала. И, судя по всему, сопротивления не оказывала. Значит, получается, что могла уехать со знакомым человеком. А сейчас он куда-то направляется с большой сумкой. И вполне вероятно, что в сумке вещи девочки. А если что, получается, родной отец дочь похитил? А что не так? Если развод не за горами, а с женой деньгами делиться не хочется, все денежки отдал за выкуп, еще и молодец. Сейчас посмотрим, куда он пришел и зачем. А ты давай, если что, будь на связи. Все, отбой. Николай Николаевич, а что вы здесь делаете? Свои расследуют похищение 16-летней Нади Савельевой. Родители Нади находятся на грани развода. Подозрения падают на отца Нади Николая Савельева, который не снял деньги со счета для выкупа дочери. Сыщики полагают, что похищения не было. Просто Савельев не хочет делиться деньгами с супругой. Ну что, все, прибежали. Не дури, я этого не люблю. Сумку на пол, живо. Ну-ка, нам померяй. Давай-давай, надевай. Пошел. Ну что, так и будете молчать? Что вы делали в этом подъезде? Зачем вам оружие? Послушайте, Савельев, где вы удерживаете дочь? Ты думаешь, я похитил собственную дочь? Ты в своем уме? А зачем вы соврали, что собираете деньги? Мы проверили. Все ваши средства на месте. И никто вам не звонил. И сообщения с требованиями не слал. Вы сказали, что срок передачи денег завтра. Опять ложь. Ты бы всю правду говорил, да? Если бы на кону была жизнь твоей дочери. Ну а как дело было на самом деле? Похититель подошел ко мне на улице сзади. Приказал не оборачиваться, так что я лица не видел. Дал два дня на сбор денег. Сказал, чтобы я их принес вот в этот подъезд и ждал. Кто-то должен был прийти за деньгами. А зачем вам ствол? Я сам хотел разобраться с этой сволочью. Каким образом? Убить его? Чем бы вам это помогло? Почему убить? Я приставил бы ствол к его башке, и он бы отвел меня к дочери. Так что это вы все испортили. В жизни глупее ничего не слышал. Если это правда то, что вы говорите, это вы помешали нам задержать настоящих похитителей. Я проверила, в том доме у Савельевых нет квартиры. Как вариант, он мог арендовать квартиру в этом подъезде, чтобы удерживать там Надю. Так, в том доме сдается только одна квартира, мелькает на сайтах. Я проверю эту квартиру. Но если там живет кто-то посторонний, и Нади там нет, значит, на этот раз он не соврал. Хотя я уже ничему не верю. Что на записях из бара? Ничего, обычная барная движуха. Я не понимаю, что искать-то, дядя Вася. Григорий, я подозреваю, что у вас могла остаться кое-какая моя посуда. Если между нами, то осталось. Но, если честно, я даже опасаюсь рядом с ней находиться. Я понимаю. Я понимаю, что моя небольшая шутка вполне могла отбить у вас тягу к прикладному искусству, к коему можно отнести приготовление коктейля. А посему, держите. Поверьте мне, никакой шейкер так не взобьет ингредиенты, как старый добрый миксер. А он безопасен? Для вас, да. Дерзайте, мой юный друг. Спасибо, Лев Романович. А посуда? Потом. Добрый день. Скажите, вы в данный момент один в квартире находитесь? Да, один. Хата съемная. Почему интересуетесь? Дело в том, что я провожу оперативные мероприятия в связи с расследованием похищения человека. Представьтесь, пожалуйста. Матюша Олег Андреевич. Вы позволите мне пройти в квартиру осмотреться? Пожалуйста. Смотрите. Олег Андреевич, скажите, фамилия Савельев вам ни о чем не говорит? Да нет, не слышал. Хорошо. Извините за беспокойство. До свидания. У этого противосъемщика, Матюшина, на комоде лежит Бердекель из бара Савельева, три табурета. Я в такие совпадения не верю. Так что поищите точки соприкосновения. Да, и мутного Савельева отпускайте. Карабин ему верните. Есть одна идейка. Только чтобы фазик с него глаз не спускал. А я пока в бар. Все, отбой. Матюшин Олег Андреевич. Связи с Савельевым никаких. Ни звонков, ни в инете. Как будто они реально не знакомы. А есть еще какая-то информация по Матюшину? Мы знаем, что он сидел и освободился в прошлом месяце. Квартиру, судя по сайту понедвижки, он снял пару недель назад. Так вот, Марина, мне ваш Юрий Степанович Кунев передал записи с камер видеонаблюдения. Но там почему-то только последние два дня. Я бы хотел посмотреть остальные. Сейчас посмотрим, чем смогу вам помочь. Странно. Записи за предыдущие дни стерты. Да, действительно странно. Скажите, вот этого человека вы в баре не видели случайно? Да, я его помню. На прошлой неделе моя смена была. С Сакуневым они общались на повышенных тонах. Создалось впечатление, что они давно знакомы. А дальше я не видела. Работа все-таки. Извините. Понимаю, понимаю. Скажите, а как с Юлией Степановичем я могу связаться? Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Коль, прекрати, пожалуйста, стучать. У меня уже голова разболелась. Алло. Да. Козик, привет. Узнаю у Савельева, как найти Акунева. Потому что Матюшин именно с ним разговаривал в баре. Нет, Акунева на месте нет. И на звонки он не отвечает. Все понял? Действуй. А где Николай Николаевич? У меня к нему вопрос. Коля уехал. Как уехал? Куда уехал? Неправильно все это. Мне срочно нужно узнать про Акунева Юрия Степановича. Акунев? Ты тот самый, что ли? А вы его знаете? Он работает начальником охраны в баре вашего мужа. Да, у них был совместный бизнес много лет назад. Коля тогда ЕПшником был. А у Акунева была своя фирма, ООО. Они тесно сотрудничали. Ну, я не в курсе, что Акунев до сих пор работает на мужа. А как его сейчас можно найти, знаете? Раньше жил на индустриальном. Сейчас я не знаю где. Неправильно все это. Этот перец так и не отвечает на мои звонки. Надеюсь, Фазик найдет его по адресу регистрации. Что вообще известно по личности Акунева? Ну, он отбывал срок за мошенничество в той же колонии, где сидела Матюшина. Значит, они наверняка знакомы. И это может как-то объяснить, каким образом Бердикелли из бара оказался на квартире Матюшина. Только при чем здесь Савельев? Очень маловероятно, что он случайно оказался рядом с квартир, которую снимал Матюшина. Я знаком с бывшим начальником колонии. Он как раз живет сейчас в Питере. Я попытаюсь что-то узнать по его каналу. Хорошо. Да, да, поговорил. Спасибо. Всего доброго. Короче, Василий, переговорил я с сотрудниками колонии. Помнят они и Акунева, и Матюшина. Что поведали? Был между ними какой-то затяжной конфликт, но сами они, понятное дело, не афишировали. Но мои ребята слышали, что речь шла о карточном долге. А там сам понимаешь, это святое. Давай-ка я угадаю. Акунев должен был Матюшину, Матюшин освободился и решил потребовать свое. Да. Все ясно. Леонид Андреевич, спасибо тебе. С ума причитается. Будь здоров. Василий Иванович. О, и ты тут. Ну что у тебя? Акунева дома нет. Я вам звонил, и вы трубку не уберете. Важный разговор был. Вот смотри, что мне Леонид Андреевич поведал. У Акунева был долг перед Матюшином, карточный. А это святое. Матюшин освободился и, вероятнее всего, решил потребовать свое. Как мне представляется, что Савельев появился не случайно в доме Матюшины. А как? Я по другому вопросу. Савельев из дома ушел, еще брать с собой прихватил. Я тебя зачем там наставил? Я тебе сказал с ним глаз не спускать. Я не спускал. Я ключи всегда с собой носил. Я отошел позади по телефону. Так у Саифа два ключа. Шайтан-то не подумал. Ты дебил. Я дебил. Свои расследуют похищение Нади Савельевой. Выясняется, что отец девочки, Николай Савельев, скрывает от следствия важную информацию. Бывший партнер по бизнесу Савельева, Акунев, отсидел за финансовые махинации. Теперь, как у Неву явился бывший сокамерник Матюшин, с требованием вернуть долг. У Литвинова появляется версия, каким образом могут быть связаны все эти события. Савельев! Не мешай мне! Не делайте глупости, не совершайте ошибку. Ты не понимаешь, я должен. Я должен! Должен, иначе они убьют Надю! Я все понимаю. Я вам обещаю. Сегодня никто никого не убьет. Николай Николаевич, опустите оружие. Что теперь делать? Я даже не знаю, где он ее держит. Акунев? Да. Какой у него план после убийства Матюшина? Я должен был сфотографировать труп. Показать фотографии Акуневу. Тогда он обещал отпустить Надю. Понятно. Ему нужна фотография. Ну что ж, будет ему фотография. На встречу вместе поедем. Поднимайтесь. Поднимайтесь, поднимайтесь. Ну что молчишься-то? Ну молодец. Смог же. Не надо было тянуть кота за все подробности. Вот куда ли? Обрез скинул. Моргышники отстали? Надя вернется. Отстану. Ладно, садись, поехали. Поехали. Татьяна, каточка, с тобой все в порядке. Папа, папа. Да я вовсе. Идем, идем, идем. Ну смотри, как я это все вижу. Ты завалил Матюшина. Не вывез самоиронии и застрелился сам. Ладно. Пожалуйста, отпусти ребенка. Я не знаю. В состоянии аффекта ты мог ее завалить. Кстати, молодец, что обрез сохранил. Не придется свой марать. Молись, сволочь. Брось оружие. Не бросай пукалку. Бросай, я сказал. Объем. Пошел. Папа, это я во всем виновата. Ну что, Юрий Степанович, все кончено. Молчанием вы себе не поможете. Чистосердечное. Ну, дальше вы знаете. Так что, давайте рассказывать, я вас слушаю. За Савельеву остался должок. Когда мы занимались бизнесом, немножко муклевали. Вводили деньги. Потом меня накрыли. Но его я не сдал. И, так сказать, в уплату долга Савельев должен был убить Матюшина? У нас с Матюшином еще зона не завладилась. Потом он в карты проиграл. В общем, как Матюшин освободился, начал требовать свое. Но Савельев не стал убивать Матюшин. Начал репениться. Он подумал, что если он меня взял на работу после освобождения, то этого достаточно. Пришлось мотивировать товарища. Вот такой это у меня был тонкий расчет. Они боялись, что Савельев просто пойдет в полицию? Да перестаньте его. Он в дочке души не чаял. Он по ней пошел на такой риск. Да и про вас он сказал, что вы не там роете. Что остерегаться нечего. Национальный чай, хазазачи. Ник, ты будешь? Ну что, Кунев во всем сознался. Другого варианта у него и не оставалось. Прошу прощения. Я тут для вас кое-что приготовил. Так сказать, отметить успех расследования. Коктейли молочные. Так, Татьяна Андреевна, пожалуйста. Спасибо. Ника, для тебя. Спасибо. Дмитрий Владимирович. Спасибо. А барменом быть не мое. Что-то как-то не зашло. Василий Иванович. А, кстати, там к вам гости пришла. Ну что, поздравляю с окончанием дела. Ура! Леся, какой сюрприз. Я соскучилась просто чутка. И спасибо. Ну что-то, ты же знаешь, это наша работа. Да. Крутая. И мой папа на ней самый крутой. Ты не такая большая уж. Пойдем, там Гриша какие-то вкусности приготовил. Пробую. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...